Привет всем! Мы сегодня довольно далеко забрались. Мы находимся в префектуре Ямагата в городе Йонэдзава. Это место называется Онугава-Онсен, горячие источники Онугава. И здесь мы нашли кое-что интересное. Дело в том, что вообще существует такое паломничество по 33 каннам. Есть разные места этого паломничества. У нас в Сэндайе есть, кстати, тоже. В основном предполагается, что человек пешком, ну или сейчас некоторые умудряются на машине, обходит храмы с 33 знаменитыми статуями каннам. Считается, что желательно в течение жизни сделать хотя бы одно такое паломничество. Но, конечно же, далеко не все могут позволить себе такое путешествие, потому что оно занимает какое-то время, понятное дело. Ну, в зависимости от места, там оно может занять от недели до нескольких недель, даже месяцев. И в некоторых местах можно увидеть такие мини-паломничества. То есть какой-нибудь курс, в основном природная тропа или что-нибудь подобное, где можно пройтись по 33 каннам. И вот мы как раз набрели на такой курс, очень интересный, потому что это реально горная тропа, и по ней довольно тяжело идти. Я бы сказала, что ноги преломать здесь можно. Мы знаем, мы прошли, ноги, к счастью, не преломали. И на пути стоят статуи. То есть они стоят такими группками, где-то по 10 штук, наверное, каждая. То есть три группки, получается, вот здесь где-то 10 штук, потом еще сверху 10 штук, и последние тоже там 10 штук. То есть можно сходить в такое мини-паломничество, потратить на это реально часа, наверное, два, в зависимости, понятное дело, от человека. У нас где-то, наверное, час ушел на подъем. Ну и на спуск где-то, да, примерно так. И получить профит. Вот так вот. Даже если ты не можешь позволить себе выделить такой месяцок на объезд Каннон, то можно просто в своем родном городе пройтись. Каннон – одна из самых популярных представителей буддистского пантеона в Японии. Здесь она считается воплощением милосердия и отвечает за спасение людей от всевозможных напастей. Считается, что она приходит к людям в 33 обличьях, поэтому особенно распространены паломничества именно к 33 статуям Каннон. Особенно эти паломничества популярны у женщин. Например, в Сэндае тоже есть свои 33 Каннон. И по словам моих информаторов, в былые времена недавно родивших и страдавших от послеродовой депрессии женщин посылали с ребенком в это паломничество, которое занимало несколько дней, было не особенно обременительным и совершалось обычно в компании других паломниц. То есть это была возможность отвлечься от домашних проблем и познакомиться с другими молодыми мамами. Это мини-паломничество явно не подходит для молодых мам, но, возможно, его тоже совершали женщины. Те, что работали на горячих источниках, и те, что приезжали сюда подлечиться. Статуи не очень старые. Подозреваю, что их установили уже в 20 веке, так как единственное святилище Каннон в Анагаве построили в 1892 году. Помимо статуй мы обнаружили на горе старую заброшенную выработку. По всей видимости, именно здесь брали камень для статуй. Сейчас в этой рукотворной пещере обитают пещерные кузнечики Рафида Фариды. Продолжение следует...